Сегодня Гомель промау скороходов из всей краины. У областных центров прошел Кубок Республики Беларусь и Республиканские споборниства по спортивной ходьбе нашей надеи. Заходом споборниства на набережное СОЖа назирала наш корреспондент Ханна Корольчук. На старт пожелаем нашим участникам. На старт вышли 93 удельники, представники сборных команд областей города Минска. Гомельская область все лето выставила на споборниство только трех спортсменов. В нашем регионе этот вид спорта не очень популярный. Однако Минавита Гомель, в другой раз запор, принял республиканские споборниства. Сам вид спорта, спортивная ходьба в Республике Беларусь развит и имеет славные, хорошие традиции. Так сложилось, что в Гомельском регионе этих традиций не было, не было специалистов по спортивной ходьбе. Здесь в это время подходят климатические условия. Потом, опять же, он не сильно хороший город по спортивной ходьбе. Надеемся, что проводя здесь соревнования, может, кто-то заинтересуется. И, наоборот, он станет какое-то ближайшее будущее, появятся спортсмены, тренера здесь. Дорослые передольвали дистанции у 20 и 35 километров. Юниоры – 10. До речи, самому молодшему спортсмену, який поспехово дайшоу до финишу, было 8 годов. Йон, як и інший ходокий молодших у взрослых категоры, выпробовал свои силы на короткой отлеглости – от 1 до 5 километров. Ну, сегодня, ну, конечно, не первая, но попробовала, буду стремиться. Мы шли 3 километра. Самое сложное, ну, это нужно, чтобы и быстро идти, и чтобы выдержать большую дистанцию. Все летнее споборнство у Гомеля з'является отборочным этапом на командный чемпионат света, який пройдет в китайском Цянчане у мая этого года. Туда отправится и триумфатор Кубка Беларуси сирот юниоров Микита Каляда с Брестской в области. Сёня Йон отримал золото и установил особистый рекорд у 40 хвилин 38 секунд на дистанции у 10 километров. Под час узнагороджения ему так само уручили посвечения и значок майстра спорту. Хотел сперва не на личный рекорд, так, пройти по отбору, но получилось так. Нашел все вдохновения, силы и прошел. Из-за техники у нас много чего зависит. Если техника хромает, тогда и результат не будет очень сильный. Судьи могут придираться. Представники Брестского региона Микита Каляда и Анастасия Яцевич так само отримали специальные призы от Беларусской Федерации легкой атлетики, как лепшие спортсмены-спортсменка с поборництва. По выниках агульнокомандного залику на третьем месте оказалась команда Гродзенской в области, на другим – спортсмены с Могилёва. Кубок Пераможцев отправится в Брестскую в область. Ганна Корольчук и Хармарыщенко. Отель радио «Компания Гомель».